Супер-фараон! Всего 12 рэ. 12 рэ. Это же сон и буханка хлеба. Ну так мороженое же вкуснее! Бибинур в переводе с татарского означает «несущая свет». Так зовут одинокую старушку, доживающую свой век в заброшенной деревушке. Однажды ночью ей снится сон, и она понимает, жить осталось пять дней. Этот отрезок времени ей решил показать режиссер Юрий Фетинг. Теперь эта драма представит Татарстан на так называемом «Тюркском Оскаре». Сугубо историческая картина. И там история народа киноязыком выражена. Фильм, хоть и 2009 года, актуален и по сегодняшний день. В этом году в Казани тюркская киноиндустрия, пожалуй, впервые так широко откроется миру. И как раз от мирового кино, по мнению экспертов, у него много отличий. Если в том же Болливуде для эффектности могут забыть о законах физики, то в Тюркском все максимально приближено к жизни. Да и бюджеты здесь далеко не голливудские. На самую дорогую картину в истории «Пираты Карибского моря» ушло почти 350 миллионов долларов. А татарская кинолента «Бебенур» обошлась в миллион. Мы воспитанники, в общем-то, я считаю, правильной, верной советской системе создания фильмов, где человек главный герой любого произведения. Международный фестиваль тюркского кино в Казани увидят 15 кинолент. Среди них работа казахстанского режиссера Ермека Турсунова в основе повесть Хемингуэя «Старик и море». В конкурсе участвуют и титулованные работы. К примеру, киргизская биографическая картина «Саяк Бай» выиграла в номинации «Инновационное кино» на Монреальском кинофестивале. Место проведения тюркского кинофорума выбрано не случайно. Казань уже давно считают столицей мусульманского кино. И эта церемония пройдет не хуже, чем «Оскар» 5 марта, обещают организаторы. Для фестиваля тюркского кино в Казани свои двери откроет кинотеатр «Мир». Здесь праздник тюркской киноиндустрии продлится ровно три дня – с 21 по 24 марта. После чего самые лучшие киноленты увидят страну-участницы фестиваля. Сергей Хайдаров, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.